прошло три недели один раз я уже сделал покос через две недели и буквально тут не больше недельки после первого покоса но будем называть это второй покос но всего лишь прошла неделя зелень поднялась очень-очень высоко просто он газонокосил кожа потерялась наверно в траве после первого покоса прям очень мощно пошла трава вверх еще на это дело повлияло как только я покосил где-то три дня без перерыва у нас шли дожди и сильные были грозы я думаю что это тоже очень сильное влияние на вот такой быстрый рост а так в принципе очень хорошо схватился газон проблем никаких не наблюдаю газон напомню стелили мы сами можете посмотреть наши видеоролики сейчас буду косить газонокосилка гардена бак 45 литров ширина 37 аккумуляторная так что сейчас покосим потому что через три-четыре дня опять будут дожди сегодня было 42 градуса жары даже бассейн купили жара в голову ударила вот купили бассейн дети о нем мечтали вот но сегодня не о бассейне о том насколько хорошо у меня растет мой газон многие люди почему-то жалуются что не могут вырастить я не знаю может быть у вас почва не то что-то не то у меня обычно почва в принципе ничего тут такого нету не применяю никаких химикатов озонирования препаратов ничего вообще ничего не делаю кроме того как очень хорошо поливая у меня гарденовские поливалки так сказать своими руками сделал систему автополива про это я отдельно ролик сниму пока еще не снимал но хочу сказать что я поливаю постоянно газа полив у меня происходит ночью и утром в 12 час где-то я поливаю в течение часа идет полив 1 2 3 4 поливалка и они охватывают полностью вот этот газон у меня 230 квадратов зелени и утром где-то 8 или в 9 то есть не помню во сколько я поставил система включается тоже в течение часа идет полив все каждый день это делаю минусовать только там когда прям сильные дожди были естественно я отключал поливалки и отлично газончик растет даже растет больше чем я хотел по высоте вот смотрите больше моей ладони очень очень хорошая такая мощная трава с каждым покосом я думаю что качество будет все улучшаться и еще в этом ролике хочу сказать что вот спустя три недели я в принципе уже не вижу вот этих вот рулонных полосок которые мы выкладывали их уже не видно всего три недели моему газону а уже такое ощущение что газон единый целые в общем он очень хорошо сросся вообще потому что тоже частенько в роликах почему всегда говорю в роликах потому что прежде чем что-то купить у современного человека естественно зайти на youtube посмотреть что говорят люди как делают люди посмотреть у других какие-то результаты и вот эта информация остается и исходя из этой информации начинаешь делать сравнение например там посмотрел 20-30 роликов как стелить газон как ухаживать за газоном как стричь и так далее рост и частенько в всех роликах попадались одни и те же вот эти разговоры что газон почему-то не вырос засох почему-то не знаю потом вот эти полоски не исчезает он не срастается в общем газон засыхает что-то не то то не так все блин не так а у меня ну такой проблемы почему-то нет не знаю я все думаю почему интересно у меня и деревья растут я много видео снимаю как мы деревья сажали тоже смотришь видео о деревья не вырастут потому что надо сажать так 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 химии все такое не надо я обычно сажаю все растет обычно раз сложил газон все срослось все отлично ребята срослось я думаю что вся фишка в поливе и кстати газон не обязательно вот его париться и его прям плотно плотно как там говорят чтобы постелить газон нужны специалисты а то вы не сможете этого сделать но это все фигня даже ребенок может расстелить рулонный газон и даже если вы рулонный газон между собой оставили эти какие-то там щели да вот ребенок расстелит и будет какой-то небольшой даже расстояние не плотником он все равно срастется и там будет трава рано или поздно вот если щель слишком большая ну травой зарастет ну может быть там через месяц может быть через два но она все равно зарастет никуда не денется по идее вот это все эта система сорняк называется она трава полностью заполняет все хотите вы этого или нет она полностью срастется только единственный момент там но туда-сюда какие-то недельки если вы нетерпеливый то то тогда можете прям плотненько заниматься тем вот на нервы всем действовать но когда первый раз блин выкладываешь конечно вот этого не знаешь пытаешься делать как говорят видео а говорят они как обязательно прям жестко плотно миллиметраж иначе будет все плохо не срастется в общем типа проблем потом фигня не будет у вас никаких проблем стелите козом более-менее плотничком ложите как получится и все будет хорошо потом другой вопрос такой есть что нужно вот эту территорию выравнивать прям по миллиметражу прям по уровню что аж плохо стает когда про это вот смотришь когда выходишь например на свой двор а у тебя двор вот такими волнами и тебе так в ламы и вот этот прям знаете вот горизонт создавать прям миллиметровную ровность вот и мне тоже говорили что блин если ты так не сделаешь прям ровно твой газон потом стричь не будет ну невозможно будет типа там машинка не сможет ехать газонокосилка и она застрянет или еще чего-то тоже такая туфта вообще даже если у вас вот такой вот газон волнами идет вообще пофигу если вам лично пофиг газону вообще плевать а газонокосилки тем более она блин через любые бугры проедет еще такой момент есть вот смотрите вот если посмотреть на мой газончик он ровный ровный газон может быть где-то по мелочи перепады но это настолько нужно быть блин придирчивым каким-то занудным человеком чтобы докапываться до какой-то ну это все вообще ерунда какая-то так знаете кто вот докапываются это какие-нибудь сам миллиардеры очень очень богатые люди которым нужен вот миллиметраж прям чтобы травка к травке все ровненько они вызывают специалистов платят и миллионы за укладку газона и потом в течение сезона ни разу на своей даче не бывают там только садовник живет охранник вот ну может быть один раз этот мужичок бари гатеньки там приедет потусоваться на свою дачу там набухается выйдет блеванет на свой газон один раз до которого он там прям что было все ровно чтобы по миллиметрам вот блеванет на него выспится и уедет но потом садовник это все будет убирать опять заказывать этих людей чтобы миллиметраж выравнил будет прям париться за каждый миллиметр а то хозяин приедет ругаться будет хозяину только вот приехать да блевануть на него ну что то и в таком формате или побегать голожопым там с девчонками и уехать по своим делам вот так что это тоже фигня вот это вот прям полимин миллиметром ровно ну если есть возможность выравниваете а так фишка знаете в чем даже если есть небольшие волны на участке да вы там не по уровню все делали трава то она вырастает она примерно в один рост вся трава примерно получается так что сама трава выравнивают по горизонту все и создается ощущение что участок то ровны и когда вы в общем смотрите на газон вот просто в целом в принципе все ровно в целом комфортно в целом удобно хорошо и чё докапываться вообще до каких-то там миллиметров вообще не вижу никакого смысла так что вот мой газон отлично растет все хорошо сейчас я буду его стричь это у меня второй покос а здесь вообще просто заросли просто жесть что творится насколько мощно этот газончик вырос при этом у меня кстати тут нету бордюров тоже многие говорят ставьте бордюры а то состыковку вот с бетоном у вас якобы газон здесь засохнет расти не будет да по барабану этому газону вообще вон вот у меня здесь бетон там даже не земля здесь вот в этой части где-то сантиметров там 10 песок газон лежит даже на песке не то что на земле ему пофиг вообще вот он растет он зелененький растет по всему периметру где идет бетон при том что у меня нету никаких отгорождений вот вот такие вот сказки рассказывают про газон в интернете я буду развеиватель мифов что ли что-то типа такого ну что милана давай попробуем покосить газон давай давай начинай иди так убираем предварительно этот шланг потому что будем косить чтобы он не мешал ну ведешь милана нет сначала включай кнопочку нажимай так кнопочку жмешь держишь весь зелененько загорелась потом эту штуку держи на себя а нет подожди держи кнопку а потом эту на себя держи кнопку ну давай я нажму и на держи 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 не бойся держи подожди не отпускай давай держи не отпускай держи и вот сейчас просто спокойно едь выровня дорожку давай только бак надо было поставить нормально подожди милан выровняем я там бак когда мыл этот хорошо на место надо закинуть а так смотри ты уже видишь скосила вот уже ровненько сейчас будем косить она Продолжение следует...